Почему это стало так важным для вас? Почему это имеет ценность для вас? И почему это является важным для вас? Не из-за того, что я так говорю. И не из-за лектора. Причина, почему это может иметь ценность для вас, потому что что-то происходит в вас. И то, что вы переживаете, ничего не имеет со мной общего. И это те переживания, тот опыт, который у вас был на вашем жизненном пути. Увы, в вашем путешествии от утробы матери до гробовой доски. И где-то между вот этими двумя переживаниями у вас была встреча с Иисусом. И после этого переживания Христа вы начали открывать Библию. И вы начали исследовать Иисуса. Его культуру. Его еврейство. И вы могли задаваться вопросом, что это имеет общего со мной? Не самим вами лично, а со всей вашей жизнью и со всем вашим путешествием по жизни и применением. Вообще-то вы могли бы сейчас быть дома, телевизор смотреть. И погодка сегодня неплохая, вы могли бы гулять сейчас. Но вы нашли ценность в том, чтобы прийти сюда и посмотреть на это. И причина, почему вы здесь сегодня, не потому что я великий учитель. Причина, потому что вы здесь сегодня находитесь, из-за того, что вы крутые студенты. Потому что вы заботитесь о том, чтобы заглянуть в эту книгу. И поразмышлять о тех применениях, которые вы можете иметь в нашей жизни, в своей жизни, в данных обстоятельствах. Давайте я немножко еще поделюсь с вами, и потом мы вернемся к нашей книге Эфесянам. Валентин и его прекрасная супруга попросили нас приехать сюда. Частично из-за того, что когда они жили в Штатах, я был профессором у него в школе. Где-то 30 лет я был профессором в библейском колледже. Я простой еврейский парень, принявший Христа. Оба моих родителей евреи, я был выращен в еврейском доме. И я ходил в Ешиву, в религиозную еврейскую школу. Я пришел из такого еврейского мира. Моя супруга доктор Берри также пришла из такого еврейского мира. И ее папа и мама религиозные евреи. Мы пришли не просто из еврейского мира. И у нас был опыт и переживания, но мы также пришли из мира, в котором Иисус был. Я познал Христа. Евангельским способом, как моего Спасителя. Я пережил призыв Бога в свою жизнь идти на служение. И этот призыв привел меня в библейский колледж, в семинарию. Я после этого был пастором, раввином и профессором Библии. И я на пенсию вышел как профессор по еврейским темам Библии. И вот эти стадии моей карьеры заставляли смотреть меня в Библию на Иисуса с еврейской перспективы. И поэтому это именно и попросил Валентин меня привести к вам. И поразмышлять над вопросами, которые люди задаются, находясь в мессианских кругах и в мессианском мире. Вопросы, например, какими евреями мы хотим быть? Имеем ли мы обязанности соблюдать иудаизм? И так, такой еврей, как я, который принимает Иисуса, должен жить под властью раввином или должен жить под властью христианской в церкви? Что по поводу неевреев, принявших Христа? И которые нашли себя в том, что их привлекают все еврейские моменты. Какими евреями они должны быть? Люди, которые никогда не имели никакого еврейского опыта в процессе всей их жизни и роста. Должны ли они обязаны одевать на себя вот это еврейство и праздновать эти праздники, несмотря на то, что они поверили в Иисуса? Я говорю вам и делюсь своим личным опытом. Но вот подобные вопросы люди задают. И они возникают в таких общинах и обществах, как ваши. Это как бы продолжение пробуждения, это что-то новое для церкви. Знаете, 2000 лет назад, 2000 лет христианство не беспокоилось, что им делать с евреями. Мы просто не были даже в этих кругах. Но последнее количество лет евреи начали приходить к вере. И мы начали поднимать церкви. И подниматься в церквях. Приходить в церкви. И мы приносим также свою культуру и свой опыт. И иногда евреи, которые принимают Иисуса, а после этого идут в библейские колледжи и семинарии. А потом мы начинаем размышлять и говорить о каких-то вещах. И мы привносим свою еврейскую перспективу в то, о чем говорим. Мы смотрим на весь мир сегодня. Смотрим на Библию вчера. Вчерашнего дня. И мы думаем, что какое-то пробуждение должно быть сегодня. Евреи возрождаются к жизни в таком христианском смысле. Израиль возродился к жизни в национальном смысле. Свежее излияние Духа Святого. В последние сто лет. И люди начали немножко по-другому размышлять и смотреть, думать. И, естественно, задаются вопросами. Что Бог делает с евреями сегодня? Возвращаются ли евреи к Иешуа? Что происходит с евреями сегодня, когда они возвращаются в свою землю? Что? Что поднимается в мире сейчас? И есть часть еврейского народа, которые чувствуют призыв присоединиться к этому движению. И меня вот попросили, как профессора, приехать и поговорить на эти темы. И я люблю говорить с моей открытой Библией. И я сам себе задавал вопрос, есть ли какие-либо места в Библии, где авторы Библии затрагивают подобные вопросы? Были ли в Библии евреи, которые верили в Иисуса? И не евреи, которые верили в Иисуса. И когда они собирались вместе, было замешательство, смущение. И поднимались ли, не поднимались ли, а решали ли авторы Библии, которые писали вот эти смущающие вопросы при совмещении этих двух народов? И я задавал себе вопросы, есть ли что-то в Библии, отвечающее на эти вопросы? И если я найду в Библии, что оно говорит об этом, тогда я хочу приложить свои умения, как толкователя Библии. И я хочу раскрыть то, что Библия говорит по этому поводу. По этим причинам Павел и писал книгу Ефесянам. Позвольте мне рассказать вам немного предысторию книги Ефесянам. Очень поверхностное такое подытожение первой главы. И потом мы систематично разберем вторую главу. Итак, Павел, который написал книгу Ефесянам, был еврейским раввином, который пришел к вере в Вишуа. Все остальные авторы были рыбаками и фермерами. Павел был ученым. И у него была радикальная встреча кардинальная с Иисусом. Он не знал Иисуса лично. Он никогда не слышал ни одну притчу из уст Иисуса. Он никогда не пил воду, превращенную в вино. Он никогда не участвовал в трапезе рыбы и хлеба, которые умножение делал Иисус. Он не был частью вот того опыта первого, когда люди пережили Христа. И он был тем, кто пытался остановить таких людей. И у него была радикальная встреча, радикальное переживание Иисуса. И жизнь этого раввина повернулась абсолютно. Если вы посмотрите в Новый Завет, более значимый автор Нового Завета был парень, который не получил знаний о Христе из первых рук. Можно было бы подумать, что Петр должен был написать большинство Нового Завета. Ну, или Иоанн должен был написать большинство книг. Но это был вот этот раввин, который позже покаялся. И у которого были особые переживания с Иисусом. Который поделился в Иерусалиме, находясь некоторое время своим видением. И его поддержали там старейшины, служителя. Но его служение развивалось не в народе Израиля, не в стране. Павел был евреем и любил евреев. Но его заботила Одесса. Его заботил мир далеко за пределами Израиля. Он хотел идти в другие города. Где культура была не еврейской культурой. Он провел очень много времени в Антиохии, в Сирии. Да, там были синагоги в Антиохии. И даже евреи были в Антиохии. Но это не был еврейский город. И вот он был человеком, который был евреем, но в другой культуре. Находился в городе с другой культурой. У Павла не было израильского паспорта. Он был из Тарсиса, а это юг Турции. Поэтому у него был турецкий паспорт. Павел был еврей. Но он был еврей, которому было комфортно во всем внешнем мире. Он вырос посреди язычников. И у него не было предвзятого отношения к язычникам, как у других евреев было. У людей есть предвзятости. Вы знаете, что Северную Корею учат не любить Южную Корею. И знаете, что в арабских странах дети растут и им прививаются не любить израильтян. И вы, как Украина, как часть более европейского сообщества, с ментальностью более западной, скорее всего, растете с небольшой такой любовью к вашему другому соседу России и их политикой. Мы все растем в определенной культуре. И у нас у всех могут быть сложности с принятием других культур. Особенно, если мы думаем, что вот те другие культуры конфликтуют с нашей. Я это отмечаю, потому что наш автор Павел, он был комфортен с любой культурой большого мира. И в Евангелии от Матфея Иисус учил своих учеников идти по всему миру и нести Евангелие, благою весть. Но они не пошли. Павел потом пошел. Он не был частью вот той первой группы. Другие были заняты проживать жизнью еврейской. И у них были предвзятости по поводу язычников, не евреев. Но Павлу было комфортно там, снаружи Израиля, с язычниками. И Бог дал ему это видение идти дальше, в больший мир. По пути его путешествий. Во время его второго путешествия он был в Эфесе. Он несколько месяцев там провел. И вернулся на следующий год снова туда и провел уже три года там. И Эфес стал для Павла таким ключевым местом, офисом, скажем так, для достижения греко-римского мира. И во времена Павла Эфес был мегаполисом, огромным городом. Я бывал там несколько раз, и знаете, даже в руинах он прекрасный город. Это вот представьте, что вы устанавливаете, устрояете общину здесь, в Украине. И вы приезжаете сюда, в Одессу. Едете в Киев. И вы устанавливаете, начинаете что-то там. А потом вы начинаете посылать работников в меньшие города. Вы поднимаете лидеров и посылаете их в другие области. Но служение начинается в определенном центре, в месте. И у Павла была городская такая... Городская деловая, скажем так, часть. И у Павла был такой центр, откуда он начинал свое служение. И еще несколько вещей в нашем вступлении. И дальше, вместо того, чтобы продолжать слушать скучного профессора, мы вернемся к нашему оригинальному тексту. Как мы позже увидим сегодня вечером. Когда Павел писал это письмо, он был в тюрьме. Он был арестован полицейскими в Иерусалиме. И его направляли в Рим. И он писал это письмо в присутствии других, с которыми его выслали. И в то время писать письмо, это не то, что сегодня написал имейл, нажал на кнопочку, и оно улетело. И это не так, как просто красивое письмо написать от руки, поставить печать и отправить его. И отправить почтой. Когда вы в то время писали? Вообще вы заплатите огромную сумму денег за то, чтобы иметь листы, на чем писать эти письма. И у него было плохое зрение. Он платил за то, чтобы писали для него под диктовку. И чтобы написать письмо, вы также должны оплатить курьера, который доставит это письмо. Вы платите за его еду, этого человека. Вы платите за его расходы, и на дорогу. И это не один курьер, который доставляет письмо. Тогда никто поодиночке не путешествовал. Обычно несколько человек шло. Когда Павел писал письмо, послание к эфесянам, там подразумевался не только Эфес, город. Это письмо относилось к многим разным общинам, расположенным в той области, в регионе. И когда это письмо зачитывалось, вот в этих всех общинах, с ним пришло также еще одно письмо. Письмо колосянам пришло в то же самое время, написано было. И колосянам, это была дочерняя церковь, недалеко насаженная от Ефеса. Филимону? Филимону. Филимону была написана в то же самое время. Филимон был одним из толпов церкви в колоссе. Поэтому это была пачка писем, доставленная за одно и то же время. И если вы смотрите на письма Павла, как рассматривают их ученые Нового Завета, обычно у Павла проблемы были... были проблемы, которые заставили Павла написать все эти письма. Он не просто относился к этому, а вот чувствую, надо этим людям написать весточку. У меня есть чувство Ваня, вдохновение им написать. Вот я думаю, это Господь. Если вы посмотрите на его письма, там всегда есть проблема, которую он высвечивает и поднимает. Было всегда что-то, что-то сломано, и он искал путь, как это можно подчинить или исправить. Он высвечивал проблему и искал пути решения ее. И как мы увидим, когда будем рассматривать эфесянам, проблему, которую адресует Павел, было связано с тем, что было смущение в сфере того, что евреи и неевреи собирались вместе славить Иисуса. И когда эти люди все разные собирались вместе, у них была своя предвзятость. И когда такие люди собирались вместе, у них были разные предпочтения. И они боролись друг с другом, сражались. Поэтому Павлу пришлось вмешаться в этот вопрос. Давайте обратимся к второй главе, первому стиху. Достаточно с меня простых разговоров. И вас, сущих... Ой, у меня, простите. Я подстрочник открыла, простите. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. И когда он обращается, у нас написано, к вам, это не просто к одной личности он обращается, это обращение к коллективу, к обществу. Он не психиатр и не психолог, сидящий и консультирующий. Он, когда обращается и говорит, ты или вы, он не обращается к одному человеку. Он пишет группе людей. Он говорит, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. В которых вы некогда жили по обычаю мира сего. По воле князя, господствующего в воздухе. Духа, действующая ныне в сынах противления или непослушания. Одно время вы живете в грехах, жили во грехах. Вы были движими силами, которые вы не понимали. Вы были бессильны, и над вами был контроль. Это как парусник. Ветер дует, и паруса надуваются, и корабль плывет. И здесь написано, вас, люди, двигал дух, и вы даже этого не понимали. И третий стих говорит, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Исполняя желания плоти и помыслов. Мы говорим о людях, которые были плотскими, жили плотской жизнью. The word in English, carnal, comes from the Latin word carne, which means beef, means meat. И вот это слово, плотские, исходит из греческого слова carne, что означает мясо. In Greek, it's the word sarx. С греческого это слово sarx. Sarx, yes. Это слово sarx. In Hebrew, it's basar. На иврите это basar, мясо. Мы имеем в виду тело. И написано, что все, что вас интересовало, это накормить свое тело. Вы голодны, вы удовлетворяете этот голод. У вас есть сексуальные желания, вы их удовлетворяете. У вас есть фантазии, вы начинаете их удовлетворять. Жизнь вся строится вокруг того, чтобы удовлетворять наши желания и похоти, и понижая нашу боль, приглушая нашу боль. И он говорит, для вас, люди, если вы чувствуете это хорошо, вы делаете это. Вы были движимы духом, вы делали это. Чтобы удовлетворить желания ваших глаз и вашего разума. Но стих четвертый говорит, Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, ожетворил со Христом благодатью выспасены. Даже несмотря на то, что мы такими были, очень эгоистичными, и до определенного уровня очень грешными. Даже вот в таком состоянии автор пишет, что Бог любил нас. И он кое-что пишет в пятом стихе, то, что мы будем видеть несколько раз. Он ожетворил нас вместе. Люди, которые грешат, грешат в одиночестве. Но что-то есть в том, чтобы стать христианами. Когда мы переживаем Иисуса, мы выходим из состояния одиночества и становимся частью человеческой семьи снова. Мы больше не одинокие, не странники, не изолированы. И люди, которые грешили до этого и были в одиночестве, после встречи с Иисусом, что-то начинают переживать вместе. И шестой стих говорил, и воскресил с Ним, и посадил... Да, и воскресил с Ним. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Он воскресил нас вместе, в общем, чтобы мы были все с Ним. дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей. И восьмой стих говорит, ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас. Это Божий дар. Это не от дел, чтобы никто не хвалился. И 10 стих говорит, ибо мы Его творения, созданы в Мессии Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И если я понимаю этого автора правильно, он пишет и говорит, люди, когда вы жили индивидуально, отдельно, самостоятельно, вы жили в грехах, были ведомы разными духами, делая различные вещи, потом вы пережили встречу глубокую с Иисусом. И вы были высвобождены из этого царства тьмы и перемещены в царство возлюбленного Сына Божьего. И вот здесь вы находите себя, свою личность посреди других людей. Я хочу, чтобы вы внимательно со мной посмотрели на 11 стих и дальше. И здесь он пытается показать, какие предвзятости и предпочтения у людей были у евреев и язычников. И начинается 11 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти. Помните, Павла общины состояли как из евреев, так и из язычников. И он говорит, позвольте мне обратиться к вам, язычники, не евреи. Помните, что вы не евреи, которые называли необрезанными так называемые обрезанные. Вы не евреи, которых обрезанные называли необрезанными. И 12 стих говорит, что вы были в то время без Мессии отчуждены от общества израильского. Чужды завета в обетовании. И не имели надежды и были безбожниками в мире. И он говорит, позвольте мне обратиться к вам, не евреи. Другие называют вас необрезанными. Позвольте мне к вам обратиться. Было время, когда вы были отделены от Мессии. Вы были отчуждены от общества израильского. Вы были чужды заветам. Вы не знали Слова Божьего и не задумывались об этом. Это вас не беспокоило. И вы жили без Бога и вы жили без Бога в этом мире. У вас могли бы быть свои, конечно, философии и идолы, языческие боги. И помним, он писал общей группе евреев и не евреев и хотел изначально обратиться к не евреям. И он говорит, послушайте, вы не евреи. Было время, вы были потеряны. Вы не знали ничего. И вы были очень далеки от вот этих всех вещей. Но если посмотреть, у евреев была Библия, Писание, у них была Тора, у них были десять заповедей, были пророки. У них было поклонение, они собирались вместе, они Слово изучали. Они были знакомы, наслышаны, боги освящены, о том, что есть Бог Израиля. Они знали что-то о Божьей воле, о Божьих путях. У евреев были правила. Правила, которые направляли наши жизни. Начиная с еды, которую мы кушаем. Правила, которые контролируют наши физические аппетиты. Правила, которые регулируют наши сексуальные аппетиты. Правила, которые регулируют, на ком жениться, когда жениться и как жениться. И как нам оставаться вместе, когда мы уже женаты. Еврейский мир не был таким. Иди в мир, делай что хочешь и ничего не будет. Греческий путь отличался, римский путь отличался от этого. Еврейские правила из иконы говорили о том, что сексуальные отношения должны были быть между мужчиной и женщиной. Грекам было все равно. Греческих мальчиков забирали из семей в достаточно раннем возрасте и помещали в такие военные лагеря, где их воспитывали, готовили к армии с другими мальчишками. И начиная с детства и всю свою дальше сознательную жизнь они проводили с мальчишками и мужчинами. И они не пренебрегали сексуальными взаимоотношениями с мужчинами. Греческий мир считал, что у мужчины должна быть законная жена, чтобы иметь наследников. Но если он хотел еще себе любовника иметь мужчину, не было проблемой. И даже если любовницу он хотел иметь, тоже не было проблемой. если у тебя есть деньги и власть, если у тебя есть люди, как слуги на тебя работающие, с ними тоже можно иметь сексуальные отношения. Это твоя собственность. И не было с этим вообще никаких проблем. Это был греческий мир. Евреи это не любили, не нравилось им это. Евреи жили в миру, где Тора регулировала их жизнь. И автор здесь обращается к церкви, состоящей из неевреев и евреев. И сейчас он, во-первых, обращается к неевреям и говорит, послушайте, ребята, давайте по-честному поговорим с другим. Были времена, когда вы были ведомы духами дьявольскими и даже не знали ни о чем. Вы жили как идиоты, но Бог все равно вас простил и любит вас. Бог любит вас. Но вы ничего не знали о Писании. Вы не знали Тору. Вы не знали Заветы. Вы не знали этого. То есть, вы, люди, которые привыкли быть далеко от этого всего, но 13-й стих говорит, а теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близкими кровью Христовой. Вы ничего не знали о Писаниях и о святости. Но это не значит, что вы прочли книжку «Как быть евреем». Вы подписались и прошли членские классы, чтобы стать евреем. Но то, что произошло, вы встретились с Иисусом, который очистил вас все грехи своей кровью. Вы были так далеки от заветов с Израилем, вы привели и вас приблизили к Израилю. Не любовеческие рабы это сделали. Не хаббатники это сделали. Но вы приблизились благодаря тому, что пережили какие-то взаимоотношения с Иисусом. Двигаемся дальше, 14-й стих. «Ибо Он есть, этот Иисус, мир наш». Я хочу, чтобы вы тут услышали меня. «Он, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Я хочу приостановиться здесь на секунду. Очень многие люди радовались, когда была разрушена Берлинская стена между Западным и Восточным Берлином. Германия. Эта Германия жила как две разных культуры. Немцы. Один lived в культуре that's more with Western Europe and America and Western values. Одна часть Германии жила с ценностями более западными, проамериканскими и с западной культурой. А другая часть Германии жила под влиянием и насаждением советского менталитета и образа жизни. Они были одной группой людей, но которых демонстративно разделили благодаря философским насаждениям. И эти две разные группы имели разные понимания о жизни. как правительство регламентировать человеческие права взаимоотношения. И у каждой из этих групп были разные понимания места мужчины и женщины в жизни. и вот внезапно стену убрали. Эти люди стали общаться друг с другом. Но они на самом деле пришли как будто из разных миров. И если вы посмотрите на церкви Павла, они состояли из евреев, которые приняли Христа, которые были выращены в еврейской культуре. У них был еврейский образ мышления. До определенного уровня они знали Писание. И их жизнь была регламентирована еврейскими правилами, законами. Но вот были эти евреи, и они видят, что вот тут есть там неевреи. Дикие и опасные. Слабые и грешные. Посмотрите, какую мерзость они употребляют и называют это едой. Посмотрите, как они оскверняют свои тела вот этими грешными обрядами, практиками. И вообще вот эти язычники, не евреи, человеческие существа. Но они же не такие человеческие существа, как мы. и вот собрали таких вот разных в одну комнату. Это не та регулярная синагога, которую привыкли видеть. Это люди, у которых был опыт переживания Христа. евреи, которые встретились, пережили Христа. И не евреи, которые пережили встречу со Христом. И Павел говорит, вы не евреи, вы приблизились благодаря тому, что сделал Иисус, благодаря встрече с ним. Теперь еврейские писания означают что-то для вас. Теперь израильский Бог должен что-то значить для вас. И то, что меня интересует по поводу новозаветних верующих, что Нового Завета у них не было. Письма и послания собранные в Новый Завет появились гораздо позже после смерти Павла. Единственная Библия, которая у них была, это то, что на сегодняшний день мы называем Ветхим Заветом. Даже когда Павел писал письма в Ефес, он не думал, что он пишет часть Библии. Он просто писал письмо, разрешая вот эту ситуацию, которая назрела между взаимоотношениями евреев и неевреев. И вот у вас есть два этих разных мира. И Павел говорит, Христос стал нашим миром и разрушил эту стену, которая между нами. И сейчас внезапно мы соединились и стали вместе. И Павлу приходится теперь объяснять, что это значит. Если снова вернемся к 14 стиху, Иисус сказал, что он разрушил стоявшую стену посреди упразднив вражду плотью своей. В other words, the anger that people had, the racist attitudes they had go away now. Вот этот гнев, который люди имели, злость, вот эти расистские проблемы, которые у людей были, они ушли. Иисус не хочет, чтобы мы ненавидели других людей. Я был вот недавно в Германии. И один еврейский раввин говорит, ты ненавидишь вот тот звук их речи, как звучит немецкая речь, правда? Я говорю, нет вообще-то. Моя мать избежала нацистов в Германии и умерла в психиатрической клинике, потому что у нее травма была такая сильная. Но я не ношу в себе эту горечь и ненависть. You know, someone like me, I've been to Israel 50 times. Я был в Израиле раз 50. My wife worked for a while with the Israeli army. Моя супруга сотрудничала с Израильской армией какое-то время. Someone can say, Jeffrey, don't you just hate those Arabs? И кто-то меня спрашивает, Jeffrey, правда ты ненавидишь этих арабов? The answer is no. Ответ нет. I've got better things to do than hate people. У меня есть что-то лучшее, чем ненавидеть людей. If I was born in some Arab village somewhere, and everyone was telling me to hate Jews, maybe I'd hate Jews too. I've got better things than hate people. But here the point is somehow Jesus breaks down hostility. But here we see. And if you look at the things that divided Jews and Gentiles back then, he says he broke down the separating wall. There's he broke down the wall. And in verse 15, this is the law code of commandments containing regulations. And 15-й стих говорит, упраздни вражду плотью закон заповедей учением. The different regulations that separated us. The different regulations that separated us. That's been removed now. He did this in order to create within himself one new man. Dабы из двух, то есть он сделал это для того, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека. From the two groups making peace. Чтобы в этих двух группах был мир. Now, what do I understand him to say here personally? And what do I understand him to say here personally? What do I understand him to say here personally? If you look at what it is to be a Christian? If you look at what it is to be a Christian, it's not really a Gentile thing. It's not really a Gentile thing. It's not really a Jew thing. It's not really a Jew thing. It's not really a Jew thing. It's a new thing. It's a new thing. Paul believes, if I understand him correctly, that God is doing something new И если я правильно понимаю Павла, то он говорит, что Бог собирается сотворить что-то абсолютно новое, что может позволить Богу соединить вместе этих людей. Если вы посмотрите на людей, между ними очень много стен. И вы можете взять, например, мужчину и женщину, которые живут вместе в одном доме 30 лет. Но стены, которые разделяют мужей и жен, вот такие в ширину и такие в высоту. Есть стены, которые разделяют одного от другого. Мы можем растить наших детей. И через обстоятельства могут быть стены даже между нами и нашими родными детьми. И мы идем в мир, и вокруг везде стены. Вот этих людей мы не любим по этой причине. А вот тех людей мы не любим по вот тем причинам. Но если я правильно понимаю Павла, есть что-то в Евангелии, что есть что-то важнее, чем строить стены, и это строить мосты. Знаете, людям не нужна помощь строить стены в этом мире. Но людям очень нужна помощь строить мосты между друг другом. Строить мост по направлению к Богу. Очень много людей строят пути и дороги, чтобы убежать от Бога, а потом в конце им все равно надо строить, учиться мосты к Богу. А потом строить мосты по направлению к другим людям. Бог, Иисус пришел, чтобы разрушить эти стены. Иисус пришел строить мосты. Позвольте мне дать одну иллюстрацию, и потом мы закончим с этой главой. Очень быстро, и потом мы попытаемся взять перерыв. В Америке у нас есть бойскауты, геллскауты, то есть такие организации для детей. Это такие клубы, где дети собираются. У нас были зорницы и были пионеры. У них свои группы есть. У каждого своя униформа. У них есть нашивки, отряды, номерные знаки. Они учатся разным навыкам, и потом отличительные знаки носят, что они это умеют. Что-то подобное есть в Украине? Понимаете, да, о чем говорю? Я был участником скаутской группы. И это была ортодоксальная еврейская скаутская группа. 613 была наша группа, номер такой. Потому что все евреи знают, что это означает. 613 заповедей есть в Торе. Обязательств предписаний. И вот такие маленькие мальчишки ходят и говорят, наш отряд самый лучший в мире. Или у вас есть мальчишки маленькие, которые в футбол играют и говорят, мы лучшая команда в мире. И мальчишкам надо гордиться своим отрядом, командой. Им надо работать вместе и побеждать других мальчишек. Вы же понимаете, каждый хочет завоевать трофей. Ну и представьте, эти мальчишки, мы самые лучшие футболисты в мире. И я понимал, как скаут, мальчишка, что мы тоже, наш отряд, самый лучший отряд скаута в мире. И правда заключается в том, что наш отряд в чем-то отличался от других отрядов скаутских. Мы все были ортодоксальными евреями. Но истина в том, что в основном мы были похожи. Группы есть группы, отряд скаутство есть скаутство. У всех мальчишек была одна и та же книга. И вообще не важно, в каком ты отряде. Мы учились завязывать одни и те же узлы. Мы все учились тем же навыкам. Мы носили одну и ту же униформу и отличительные знаки. И несмотря на то, что отряды находили какие-то отличия друг с другом, в большинстве своем они были одинаковыми. Иисус пришел вот в такой лагерь и пытается собрать всех людей вместе. И книга Ефесянам была написана, чтобы верующие благодарили за это. Другими словами, чтобы еще оценили это. И 16 стих говорит, что Иисус вражду эту прекратил с помощью креста. И расизм примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Были не евреи, которые были, язычники, которые далеко от Торы и Заветов. И к этим людям Иисус пришел и сказал, мир вам, шалом вам. И были те, которые были близки к этим Заветам. Религиозные евреи. Они не были далеко от Царства Божьего. Они были знакомы с Богом Израиля. Но у них все еще были грехи. И им нужно было рождение свыше. И Павел говорит, Иисус пришел сказать тем дальним шалом вам. А также принести шалом и мир тем, кто близко. И если вы обратите внимание на 18 стих, он говорит нам, потому что через Него и те, и другие мы имеем доступ к Отцу. Одному Отцу, тем же Духом. Эти две группы настолько отличающиеся. Разные культуры. Разный опыт. Разное прошлое. Но Иисус пришел и сказал шалом и тем, и тем. И теперь эти две группы, люди из этих двух групп имеют один, получили один вход. К одному Богу Отцу, тем же Духом. Это что-то новое. Каждый лично, из-за своего переживания Христа, через Его кровь и прощение, мы имеем этот доступ, вход к Богу Отцу через Дух Святой. И 19 стих говорит, итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. И свои Богу. Мы теперь все в одной семье. И это абсолютно новый образ мышления. Если вы посмотрите на еврейских последователей Иисуса в Иудее, там все были евреи. И если не еврей тогда принимал там Христа, они его оккультуривали, чтобы он принял еврейскую культуру и стал евреем тоже. Потому что все соблюдали кашрут. Потому что еда была еврейской. Культура вокруг была еврейской. И если кто-то присоединялся к ним в эту группу, то он просто становился евреем. Вот такое христианство было в Иерусалиме. Но мы-то не в Иерусалиме сейчас. Мы сейчас в Ефесе. Совершенно другой мир. Это не одна, а только единственная культура. И Ефес был мегаполисом, где было очень много культур. Много людей с многими идеями. С очень большим прошлым за плечами. Но вот эти все разные люди, из-за того, что имели опыт Христа, пережили встречу, они каким-то образом становятся частью одного дома. Чтобы заключить эту часть. И войти в перерыв. Позвольте мне дать вам одну иллюстрацию, и затем мы закончим. И я знаю, как пастырь с многолетним стажем, что с хорошими людьми иногда случаются плохие вещи. И это, к сожалению, очень ранит людей. Я видел разрушенные браки. Я видел из-за этого разрушенные жизни. И я также видел людей, которые вернулись к жизни после этого. Они снова нашли любовь. Они снова вздохнули, глотнули глоток свежего воздуха. И потом они приходили ко мне, как служителю, планируя свою новую жизнь. И это было замечательно. Но не позвольте вот этой внешней красоте утаить, затмить проблему. Потому что у мужчины может быть один, два или трое детей, которых он вводит в эту новую семью. А у женщины тоже может быть один, два, три ребенка, которые она в новую семью вводит. И вот мужчина и женщина соединяются вместе. Но потом впихивают детей в семью. А между детьми может быть не такой уровень взаимоотношений и приятных взаимоотношений, как у родителей. И вот может быть мальчик, который говорит, она мне не мама. Или вот девочка, мальчик, который говорит, нет, он не наш отец. Может быть гнев в семье. Иногда могут быть потери в семье. Похоти в семье, простите. Такое не упоминается обычно в церкви. Но я упоминаю такие вещи. Потому что я всего лишь гость здесь. Вы закончите со мной через пару дней, и все. И вот вы можете иметь вот такие семьи, которые соединяются вместе. И вот 15-летний мальчик с одной стороны живет теперь в одном доме, а с другой стороны у него сводная сестра 14 лет. И он смотрит на нее и говорит, ага, вот это я имею в виду. Послушайте, проблемы могут происходить. И вот когда они соединяются вместе, есть проблемы, которые надо решать. И важно разбираться и знать это. И если обратиться к Павлу, то вот такие вот разные люди вот здесь вдруг резко соединились вместе, стали одним обществом. Вряд ли эти люди были готовы к такой встрече друг к другу. Они не знали, что делать им друг с другом. Кто-то любил других. Кто-то продолжал ненавидеть других. Кто-то слишком любил одних, а кто-то слишком ненавидел других. Но Павел говорит, сейчас, из-за Христа или благодаря Христу, благодаря тому, к чему он готовит этот мир, он творит что-то новое в этом мире. И это больше, чем просто иудаизм. Что-то новое творится. И сейчас вот эти верующие, они камни, закладываемые в этот новый дом. И сейчас вот эти верующие, они камни, закладываемые в этот новый дом. Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагалось стройно и возрастает в святой храм. Я не силен в строительстве по поводу построения зданий. Меня учили быть профессором. Я был научен быть учителем. И вторую карьеру, я имею профессию, я был научен как полицейский, как офицер. Не коррумпированный полицейский, а хороший полицейский инструктор. И я верю, что Господь хочет, чтобы мы были Божьими в каждой нашей профессии. Не просто, когда мы в церкви. И я вот профессор, я офицер полицейский, и также я сейчас частично продолжаю работать инструктором, готовя новых полицейских. Кто-то знает профессии другие, вот свое дело. Кто-то знает, как строить, кто-то знает, как электрику делать. Я вот в этом ничего не понимаю. Но даже если я это глубоко не понимаю, я знаю вот что. Когда вы строите дом, важно заложить правильное основание. Если это будет на градус два отличаться, и если вы построите в высоту, четвертый этаж уже силы притяжения развалят этот дом. Поэтому я знаю, что крайне важно заложить правильное основание. И когда вы закладываете основание, самое важное, первый камень заложить правильно. Первый ряд заложить правильно. Это экстремально важно, просто чрезвычайно. Мы все люди, мы все совершаем ошибки. Но есть ошибки, которые нельзя совершать. Вот мы, как полицейские, нам периодически предходится доставать оружие. И мы научены никогда не ставить палец на курок. Вы даже не запускаете палец туда. И не снимаете с предохранителя. Потому что, если есть парень, и вы вот в нервном таком состоянии, вы поднимаете оружие, и вот вы нервничаете. И это просто нервная физическая реакция, нажать на курок. Что, если перед вами неправильная мишень, так сказать? Вы не сможете пулей сказать, остановись, вернись назад. Если пуля вылетела, у вас другого шанса нет. И в этом мире, я знаю, что нужно некоторые вещи делать только правильно. Вы идете в дом, и там беспорядки. Я помню, однажды мы прорвали дверь и вломились в дом. Я достал пистолет и направил его на человека. И это была жертва, которая пряталась в углу. Если бы я нервничал, я просто мог выстрелить в жертву. Я не сделал этого. И есть ошибки, которые вы не должны допускать. Вам необходимо заложить основание правильно. И те вещи, на которые мы сейчас с вами смотрим, они центральные для правильного заложения фундамента. Сегодня в религиозных вопросах есть вещи, которые люди обсуждают. Есть ли дары Духа на сегодняшний день? Действуют ли они или нет? Говорить на языках – это эмоциональное или это дар? А может ли женщина учить в церкви? А краситься женщине можно, когда она в церковь ведет? Некоторые люди до сих пор говорят, нет, нельзя. Разные люди имеют разные мнения. Но это не те вопросы, которые поднимались тогда. Во времена Павла они не задавались вопросами о чудесах сегодня. Потому что чудеса были в его служении. Во времена Павла не задавался вопрос, может ли женщина принимать участие внесений в Англию, в Благовестии? Потому что его любимая пара была Акила и Присцилла. И когда он упоминает их в своих письмах, он обычно ее упоминает первой, Присцилла, начиная даже перечислять с нее. Но если вы посмотрите на те вопросы, о которых обращался Павел, с которыми он боролся, сталкивался, особенно в Эфесе, это евреи и неевреи вместе во Христе. Это было важным для него. И мы об этом поговорим больше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok